Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival и продолжаем наше выживание с модификацией Elemental Ark на карте Волгуэра. Помните, что я говорил, у нас с вами здесь нету мозазавров, и также я упоминал модификацию Simple Spawners. Так вот, я её сюда установил, но честно говоря, я пока не очень хорошо умею пользоваться. Так вот, что она должна делать? Если на какой-то карте нету определённых существ, то есть, например, на Скорчутерс, то есть в выжженных землях, очень много нету динозавров, там по типу, я не знаю, тех же Трицератопсов, да? Так вот, ты можешь установить эту модификацию и поставить специальный спаунер, который будет создавать этих существ, точнее, они будут спауниться потихонечку. То есть не нужно использовать админских команд, всё будет работать само, как будто бы это Ark Survival сам заспаунил. Но есть одна маленькая деталь, использовать может только администратор сервера, и заспаунить её можно только команды, её нельзя создать, как из других модификаций, какую-то вещь, как, например, телепорты мы с вами создаём при помощи ресурсов. Соответственно, у вас должны быть админские права. Это что такое? Я сейчас не понял, подожди. Ты кто такой? А, ты водная акула. Не, ну просто очень красивая. Да, это водный мегалодон. Эй! Вы это сейчас слышали? Она сказала, опс, это оставит отметину, ну что-то типа того. Тихо-тихо-тихо, ребятки! Ребятки, спокойно. Там ещё одна какая-то красивая акула была, так вот. Соответственно, нам с вами, знаете, что нужно сделать? Наверное, призвать сюда мегалодона. Если не ошибаюсь, у меня вон здесь есть. Да, мегалодон воздуха, вот, отлично. Соответственно, теперь при помощи него я предлагаю добраться до точки, где у нас с вами спуск в глубины, и заспаунить мозазавров именно в глубинах. Именно там я покажу, как всё это работает. Соответственно, давайте откроем ACM. Дальше нам нужно сюда ввести, например, спаунер. Пускай будет спаун, вот так вот. И у нас с вами есть вот такой Base Simple Spawner. Создадим себе одну штучку. Здесь много всего есть. Виверны, специальные, даже специальные спауны гнёз есть. То есть эта модификация очень обширная, и скорее всего я по ней сделаю какой-нибудь отдельный обзор. Только есть такая проблема, что эта модификация полезна только администраторам сервера, или тем, кто играет, например, у себя на локалке вместе с модами. Всем остальным от такого обзора никакого смысла не будет, потому что он не будет пользоваться этой модификацией. Или просто поставить ту карту, где есть все существа. Здесь же у нас с вами, как понимаете, всех существ нету. То есть теперь мы с вами берём Simple Spawner. У нас с вами будет заканчиваться кислород. Я думаю, ну ладно, ничего страшного. Так, поставим его где-нибудь. Нельзя размещать под водой. Угу. Значит, нам с вами нужен не базовый, а нам нужен вот такой Марин. Да, подводный, хорошо. Давайте призовём его. Нужно было на самом деле сразу об этом подумать. Разместим его здесь. Размещать можно где угодно. Секундочку. Система нам сама подсказала, что нужно использовать вот такую команду. Давайте используем. Вуаля! Я тебя понял, у нас появляется целое менюшка, где всё полностью расписано. Как видите, это прям всё очень просто. Собственно говоря, это активирует нам спаунер. Отсюда можно это всё получать. То есть базовые, выжженные земли, Aberration, Extinction. То есть, понимаете, здесь это очень обширный мод. И мне нужно самому немножко разобраться. Точнее, полностью разобраться, чтобы делать по нему обзор. Пока мы с ним здесь разбираемся, я включил административные статистики, чтобы у нас не заканчивался кислород. Фишка вот в чём. Нам теперь нужно просто открыть опции, включить Settings. И вуаля! Здесь можно выбрать всё, что угодно. Нам с вами понадобится Alpha Mazzazawr. Соответственно, мы хотим его себе заспаунить. Спаун радиус 16. Как видите, спаунер включён. Дальше можно показать спаун радиус. Ну ладно, это в принципе обычная как раз сетка. Это всё понятно. Уровень, наверное, будет от... Пускай будет 1 до 600. Хорошо. Соответственно, респаун тайм у нас с вами будет каждые 5 минут. Хорошо. Спаун сейчас 100% спаун. Дальше количество существ будет от 4 до... Наверное, пускай будет от... Я не знаю. От 1 до 2. Потому что не будем здесь создавать оверспаун. Дальше можно даже нажать вот эту клавишу Force Creature Spawn. То есть заспаунить его принудительно. Закрыть всё это добро. Если не ошибаюсь, у нас с вами проблемы. Ха, почти. Он меня почти убил. Хорошо были включены административные статистики. Но на мегалодон административные статистики не распространяются. Я думаю, что мы с ним справимся. Всё будет хорошо. Давайте посмотрим, что там происходит. 50 тысяч здоровья. Он 539 уровня. Нет, 569 тысяч здоровья. То есть мне придётся его 500 раз укусить. Как видите, мегалодона всё нормально. Здоровье проседает. То есть здесь ничего административного не включено. А то, что на мне включено, ну то есть кислород мне мегалодон восстанавливает. Это не страшно. Блин. Честно говоря, он немножко страшноватый. Давайте немножко подкачаем сейчас урон. У меня, по идее, должны быть с собой хилки. Хилок нету? Хилок нету? Замечательно. Какой я молодец. Я прилетел сюда без хилок. Но если что, мы отсюда быстренько телепортимся. Заберём хилки, потом вернёмся. Но я думаю, что никаких проблем не возникнет. Потому что он меня дамажит всего по 32 урона. У нас с вами очень хорошее седло. Я думаю, что никаких проблем не будет. Опа. Маленький косяк. Мне кажется, что когда он выплывает за радиус спаунера, он просто погибает. Нужно это запомнить. Хорошо, ладно. Но пойдёмте всё равно с него все соберём. Потому что так или иначе мы бы его забили. Я правда не знаю, сколько с них выпадает. Один зуб. А нам нам с вами нужно, если не ошибаюсь, два. Плюс очень много вкусняшек. Я вспомнил, что чтобы легко их забивать, нужно забиться куда-нибудь в уголочек. Тогда они тоже упираются. Не плавают. Можно спокойно грызть. Ещё один заспомнился. 360 в уровне. Я думаю, сейчас спокойно загрызём. Ничего с нами не случится. Ну-ка, что у нас со здоровьем? Да нормально всё. Оно успевает регениться. И он опять умер. Я этого не понимаю. Видимо, карта этих мозазавров убивает. Ладно, хорошо. Самое главное, что у нас теперь есть два зуба альфа мозазавра. И можно сделать себе как раз воздушного мозазавра. Странная карта. Какого рожна она убивает мозазавров? Он здесь опять же прожил совсем чуть-чуть. Это не радиус. Это именно карта его убила. Кстати, Аван, привет. А я даже не знал, что вы здесь есть. Это хорошо. А может быть, мозазавры здесь есть? А что если поискать? Да нет, здесь нет мозазавров. Абсолютно точно. Я искал. Я смотрел по поисковику. А эврептериды это, естественно, очень хороший источник чёрного жемчуга. Обычного жемчуга. То есть можно, естественно, их таким образом фармить. И получать с них их вкусняшки. Я не знал, что они здесь спавнятся. Где мы с вами находимся по карте? По карте это примерно вот тут вот. Прикольно. Вдруг кому-то пригодится. Ну что, возвращаемся домой и делаем себе воздушного мозазавра. Я думаю, что он будет такой же, как и манта. И, естественно, на мегалодон. Просто гораздо сильнее. А где у меня шприц? Вот шприц. Мы с вами заберём чистый элемент с мегалодона. Нам совершенно не нужно каждый раз забирать с карнатавра. Также нам понадобится седло на мозазавра. Я думаю, что я смогу его сделать. Потому что оно так или иначе здесь присутствует. Цементная паста, слитки металла, жемчуг 100, волокно 600. Жемчуг, жемчуг. Жемчуг на самом деле был. Вроде его было много. Или куда-то я его переложил, что ли. Может быть здесь. Нам не хватает жемчуга буквально чуть-чуть. У нас с вами есть 89 в общей сложности. Здесь немножко лежало. У меня что, действительно нет обычного жемчуга? Если я не ошибаюсь, мы с вами как-то можем делать ресурсы. Давайте посмотрим. У нас с вами это и есть модификация Elemental Arc. Соответственно, Elemental Arc, ресурсы. Жемчуг делается из воздуха и воды. Вода. Но мне в принципе нужно немножко. Мне буквально нужно 11. Давайте скрафтим. Это хорошо, что можно так делать. Слушай, а я даже не знал. Прикольно. А чёрный с чего... Ну то есть я знал, я просто об этом забыл. Чёрный делается из обычного обсидиана. Пока что это всё скидываем вот сюда. Хотелось бы его сразу на самом деле улучшить, чтобы было получше седло. Но платформу делать не будем. Я не думаю, что у нас есть какой-то смысл это крафтить. Ну, просто мы ничего не будем на нему строить. Хотя вообще прикольно. Летающий мазозавр. Потом, может быть, и платформу сделаем. Просто нужно подфармить ещё жемчуг. Слитки металла там плавятся. С этим всё нормально. Я надеюсь, что получится сильным. Давайте забираем. Какого-то уровня? 539. Окей. Быстренько пойдём протестируем его. Я надеюсь, что он действительно будет сильнее, чем вот этот Мегалодон, чем Манта. И хотя бы такой же быстрый, как Мегалодон. Потому что, если он будет медленным, это будет прям вообще беда. Нет, он не хочет здесь появляться. Возможно, здесь вообще нельзя спаунить как раз мазозавров. Но давайте здесь проверим. Пожалуйста, заспауньте, а. Есть. У нас с вами появляется мазозавр. Ну-ка. 34 тысячи здоровья. Неплохо. Собственно говоря, он 539 уровня. То есть, точно такой же, как и... Если бы мы с Кранотавра взяли те самые эссенции. То есть, это ничего не меняет. То есть, можно взять хоть с Кранотавра, хоть с... Потом с созданных существ. То есть, это у нас с вами получается тихо. Стопэ. Я совершенно забыл, что у огненных существ против нас бонус. Ну, вообще, я бы не сказал, что он очень сильно дамажит. Так вот. Я... Ты зачем меня так пугаешь? Я забыл, что у нас с вами компаньон, который умеет болтать. Это сейчас было очень страшно. Господи. Ладно, нужно к этому привыкать, на самом деле. Так вот. Никакой абсолютно разницы нет. Что мы с вами возьмем элемент, там, или эссенцию с Кранотавра. Либо, там, не знаю, с Меглодона. Либо вот с этого Мезозавра. Получится одинаковое существо. То есть, потому что там, если не ошибаюсь, учитывается только базовый уровень существа. И все. А статистики, получается, того существа, которое ты призываешь. То есть, Мезозавр не может получиться сильнее, если, например, я возьму с 539 Виверны. Ну, то есть, он получится точно такой же силы. Как видите, он очень неплохо дамажит по существам молнии. Он постоянно издает звук, как будто бы он плывет под водой. Нам нужно обязательно прокачать ему урон в ближнем бою, чтобы можно было получше дамажить. Потому что прямо сейчас он довольно-таки слабый. Ну, давай на Бронтозавре протестируем. 2200. Просто Бронта не модифицированная. Это хорошо. Плюс, я совершенно забыл. Одну секундочку. Давай-ка. Там кого-то бьют. Если не ошибаюсь, там у меня Птерчик сидел. А кто бьет моего Птера? Ты кто такой? Эй, дядя. Диадон, Капразух, Капразух. Понятно. Они здесь начали спауниться. Раньше здесь не было таких агрессоров. Так вот, я совершенно забыл, что у нас с вами есть яйцо молний. Я бы хотел сейчас его сюда призвать. И, естественно, нам... Кстати, там факел один горит. Так вот, я хотел бы сейчас призвать сюда нашего Грифона. Если не ошибаюсь, в молнии у нас как раз с вами яйцо лежит. Ну-ка. Да, вот она у нас яичка. И, естественно, его по-быстренькому проинкубировать. А вот как мне теперь на тебя сесть? Ну, давай за мной следуй. Сейчас попробуем вот так вот. Успеем? Успел, хорошо. Все отлично. Так, я сквозь тебя не проваливаюсь. Стоять. Отлично. Я просто хочу немножко еще его подкачать, пока там как раз инкубируется. И посмотреть, насколько хорошо качается, например, здоровье. 6800. Неплохо. Честно говоря, мы его с вами можем раскачать прям очень жестко. Чтобы он у нас с вами даже по немодифицированным существам там намажил где-нибудь тысяч по 5, по 6. Это будет очень круто. Тихо, спокойно. Рекс. Не даем дышать на нас. Это хорошо, что он отталкивает. Блин, слушайте, как же это шикарно. Если научиться им хорошо пользоваться, можно будет даже с фивердами справляться. Мы уже вкачали 78 тысяч. 80 тысяч. Как думаете, 80 тысяч достаточно? Я думаю, что да. Дальше будем качать урон в ближнем бою. Это на самом деле не первая модификация, которая добавляет летающих водных существ, но мне кажется, это впервые, когда они исполнены настолько хорошо. Причем, ну ты действительно понимаешь, для чего ты его будешь использовать, в каких целях. И он не суперсильный. То есть он сильный, но не суперсильный. Против кого-то его можно использовать, против кого-то нельзя. И в этом плане это как раз модификация одна из самых проработанных. 740-ая грозовая. На самом деле она должна получиться безумно мощной. Очень быстрой. А если это будет сейчас двойнее или тройнее, я вообще тут с ума сойду. Ну зараза, а? Ну что ты? Ну почему такая вот? Она даже вот некрасивая. Она даже самая-самая стандартная. А ты меня продолжаешь пугать. Она даже ходит быстрее. Ты посмотри на это. Она гораздо быстрее других ходит. Все, полетели домой. Так, молния давай ко мне. Летим с вами домой. Этот товарищ пускай здесь висит. Потому что там ему не место. Там он может умереть. Ну что ж, у меня все готово. Также я себе отремонтировал броню. И кстати, были вопросы, почему у меня в этом выживание ник Альбус. Потому что мы с вами начинали в Aberration. Альбус с латинского это переводится белый. Также используется как альбинос. Именно поэтому Дамблдор он тоже Альбус. И естественно он белый. То есть как понимаете, там имя было выбрано неспроста. Ну и собственно говоря, я тоже из-за того, что начал как раз здесь в Aberration. Из-за того, что я сделал себе вот такие волосы персонажа. Кстати, я так и не постригся из-за всего выживания ни разу. Это первое выживание, когда я не стригусь. Вот, соответственно, у меня такой ник. Давайте закидываем сюда кибл. Получаем с вами 100% привязанность. 39 тысяч здоровья. Офигеть. Это очень круто. Это прям реально очень круто. Мазозавр, естественно, безумно прикольный. На нем можно классно летать, плавать, сражаться с какими-то мощными существами. Использовать как танк. Но нельзя его использовать против огненных существ. То есть там, например, у нас с вами огненная виверна стоит, да? Которую мы с вами привлечили как раз в прошлом выпуске. Ну, точнее вырастили, естественно. То есть вот против огненных существ он вообще сражаться не может. Он очень быстро отъезжает. У него заканчивается здоровье просто на раз. Это во-первых. А во-вторых, естественно, ледяные виверны тоже будут его очень быстро убивать. Как видите, хорошая огненная виверна при помощи своего выдоха она просто уничтожает. Но только у нее тоже одна проблема. Ледяные виверны. Ледяные виверны это какой-то маленький чит здесь. Которые просто на самом деле здесь созданы для того, чтобы тебя убивать. И фишка в том, что тебя убивает не ледяная виверна. Ледяная виверна тебя сбивает с седла. Потом прилетает огненная виверна, ядовитая виверна. И вот они тебя забивают. То есть в этом плане сами понимаете, насколько здесь сложно ими управлять. Я сейчас, честно говоря, не очень понял, как мы с вами этого лазавра подошли. Ну-ка еще раз. Странно. А ведь не должно работать. Видимо, немножко модификация подключивает. Такого происходить абсолютно точно не должно. То есть мы должны спокойно его сжечь. То есть, ну, точнее, выдыхать на него. А ему никакого урона наноситься не должен. Огненная виверна просто запредельно сильная. Давайте посмотрим, насколько хорошая получится. Как раз крызовая. Она у нас с вами вырастает. Я уже немножко подлечил. Как раз можно сейчас подлечить еще раз, чтобы полностью отличить ее до 100%. И давайте протестируем. Она у нас с вами слаба против воздуха и камня. И сильна против воды и природы, если не ошибаюсь. Также она быстрее летает, чем остальные существа. Но это и так было понятно. И если не ошибаюсь, укусы должны быть сильнее, чем у обычных существ. 1300. Это прям очень хорошо. Она не только сильнее кусает, она еще и чаще кусает. То есть у нее укусы гораздо чаще, чем у всех остальных виверн. Это раз. Во-вторых, ну-ка. А вот электрический выдох не настолько мощный, как у нас с вами у огненной, да? Но правда огненная прокачанная. А я не усыпляю в случае, а? Ну-ка, секундочку. Нет, усыпление не идет. Насколько мы тебя хорошо прокачали? 11 уровней. Жалко, что нельзя качать скорость передвижения. Вот это прям очень досадно. Кстати, огненный марилатопс. Подожди, стоп. Да не нужно этого делать, прекращай. Секундочку. Какого ты уровня? 380. Так, подожди. Пассивка. Давайте призовем с вами сюда жабу. А сделаем мы это с вами для того, чтобы проверить. Может быть он может какое-то мясо жарить? Потому что я так и не нашел ни одного такого существа. Ну-ка. Ей, только бить меня не нужно, хорошо? А, он же, блин, это же марилатопс. Он когда один, он пассивен. Так что, пожалуйста, только не воду. Можешь бежать куда угодно, только не воду. Было бы прикольно, если бы у нас было такое существо, которое само по себе жарит мясо. И нам бы не пришлось, естественно, использовать какие-то другие там печки или еще что-то типа того. Приручается он довольно-таки быстро. Просто нужно немножко подождать. Соответственно, продолжаем разбираться с виверночкой. Уже укус 1800. Это мы с вами совсем чуть-чуть прокачали. Ну-ка. Выдох. А я не попадаю. Понятно. Еще раз. Я бы не сказал, что выдох прям очень много выносливости жрет. Вот это вот в виверно молнии, вообще все существа молнии, они будут восстанавливать выносливость всех окружающих их существ. И я так понимаю, что у них у самих выносливость должна восполняться очень быстро. Нам нужно побольше еды, то есть нужно, чтобы полностью еда восстановилась. Давайте все-таки подкачаем выносливость. Выносливость восстанавливается просто суперски. Ну что ж, мы с вами сильны против природных и водяных. Ты видишь это безумие? А че это вы все по новой заспаунились-то, а? Нет, серьезно, че здесь происходит? Камон. Это была ледяная. По ней у нас с вами такой стандартный урон. Нужно немножко подкачать виверну, только после этого на них нападать. Потому что хотелось бы забивать их там, ну буквально в один-два плевка. Вон у нас с вами ядовитая летает, ну точнее природная. Вроде как. Да, все правильно. Смотри, какая безумная скорость. Обалдеть. Это прям очень хорошо. Это просто шикарно. Кто-нибудь согрелся еще? Я, честно говоря, вообще не понимаю, что здесь происходит. Почему так много виверн заспаунилось? Я просто... Я столько времени до этого потратил, чтобы все это добро здесь чистить. В прошлые разы. И они все по новой снова заспаунились. Это просто жесть. Да сдохни ты. Тихо, спокойно, аккуратно. Да, это природная. Природная и каменная. У каменной против нас усиление. Черт, она хорошо в меня плюнула. Есть ядовитую, забиваем. 660-я была. Давай за ней. Вот это скорость так скорость. Вот это я понимаю. Прям самую капельку подкачаем. Я тебя вижу, ты летишь, я вижу. Хорошо, немножко здоровья. Есть, вот тебе хил. Окей, плюс выносливость. И, естественно, на урон. Я вижу, 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 вижу. Давай быстрее. Ах ты, черт. Все-таки цепануло. Из-за того, что она так долго радовалась, абсолютно не получилось увернуться. Еще один удар. Блин, ты посмотри, какая она жесткая. Ладно, забиваем. Нормально. У нас с вами все-таки очень много здоровья. А вот что по оглушению? 4 тысячи. Но, типа, она не очень сильно оглушила. Давай еще немножко здоровья, и дальше все полностью будем в урон. Мы гораздо быстрее ее. То есть, наша задача сделать так, чтобы... У-ху-ху-ху-ху-ху. Чтобы вот этого точно не происходило. Чтобы она выдохнула, но не в меня. Привет. Я слишком быстро лечу. Нужно помедленнее, мне кажется. Во! Вот так вот каждый выстрел попадает. Шикарно. Но пока что, честно говоря, единственное существо, которое лучше всего справляется с этими вивернами... Это грифон. Это грифон. В общем, понятно, летим отсюда. Просто летим. Либо нужна ледяная виверна, либо какое-то такое ледяное мощное существо. Потому что все остальные, как видите, у них возникают проблемы. Так. Ядовитая. Давай в стороночку. И хоть эта грозовая очень хороша в плане урона, но она абсолютно не держит удар. То есть, сами видите, что... Даже с учетом того, сколько у нее здоровья. Парочку кровотечений. Там, например, каменный плюс воздушный. И все. И она получает огромное количество урона. Ну, то есть, буквально все здоровье съедается, потому что кровотечение бьет по процентам. А не каким-то фиксированным числом. И вы мне в комментариях писали приручить водяную выдру. Я так и не нашел ее. Давайте сейчас с вами слетаем, поищем. Это должно называться... О, Таррес, не ошибаюсь, да? Как-то так. Я, правда, могу неправильно произносить, честно говоря. А, секундочку. Водяная виверна. Кстати, ну, естественно, тоже нужно будет такое протестировать. Но не сейчас. У нас там с вами опять проблемы. Это опять нужно будет за кадром чистить. Водяная виверна. Ищем. Нет, секундочку. Нужно уровень поставить. Хорошо. От 0 до 600. Их почему-то нету. Ледяная. Воздушная. Есть одна воздушная и все. Я не знаю, что они делают. Но, как видите, не заспаунились. Сложно сказать. Ну, давайте хотя бы такую приручим. Правда, это далековато. Я думаю, что лучше все-таки грифоны взять. Секундочку. Мне кажется, я не могу ее так покормить. Потому что там появлялась надпись. Положите еду в последний слот. Но обычно выдра вот так вот как раз кормится. То есть цельную рыбу к ней подносишь. Пытаешься скормить. Сейчас секундочку проверим. Давай, давай, давай. Я просто не обратил внимания. Мне нужны ласты. Если сейчас не подплыву, то за ластами пойду. Да, там в последний слот положить, если не ошибаюсь. Хорошо. Так, секундочку. Ты иди нафиг. Где у нас с вами баранина? Вот баранина. Давайте попытаемся так. Но правда, скорее всего, она рыбу любит. А не баранину. Ну, стой. Остановись. Да, еду в последний слот. Давай рыбу. Значит, нужна первосортная рыба. Сейчас, секундочку. Мы с вами просто протестируем. Да, она приручается. Приручается довольно-таки неплохо. Есть, она приручается наконец-то. Стоп. Стоп, ты где? Остановись, пожалуйста. Она очень быстрая. Я надеюсь, что ты будешь давать кислород. Потому что это будет прям очень круто. Ну-ка. А, нет. Подожди. Я могу ей управлять. Ну и да, она приет кислород, но на ней можно плавать. А, договорились. А что ты можешь делать тогда? Секундочку. Там писали, что она какие-то ресурсы собирает. Ну, черный жемчуг так можно собирать. Хорошо. Также давайте протестируем, может ли она собирать что-то отсюда. Она собирает эссенцию. Она собирает эссенцию с кустов. Она собирает эссенцию с деревьев. То есть я так понимаю, что разные выдры будут собирать разную эссенцию. Спасибо за подсказку. Это прям очень круто. Это прям восхитительный способ, чтобы собрать огромное количество эссенции и не париться. И приручается довольно-таки просто. Жалко, что не заспаунились другие. Нужно будет на самом деле просто либо спаунеру поставить и врубить, чтобы он их спаунил. Либо просто, ну не знаю. Скорее всего нужно просто перезапустить спаун на серваке, и тогда все будет нормально. И как помните, вот здесь у нас с вами лежит, приручается огненный марилатопс. Он до сих пор приручается. Странно. А, нет. Вру. Он приручился. Все хорошо. Я уж на самом деле испугался. Подумал, что там происходит. Ну-ка, давай проверим. Можешь ли ты что-то жарить? У меня просто нет никакого другого мяса. Ну вот, первосортка, пожалуйста. Жарить ты ничего не можешь. А для чего ты тогда нужен? Я не знаю. Могу ли я на тебя сделать седло? Хорошо, одну секунду. Марилатопс, седло. Волокно кожи дерева. Возможно, даже прямо сейчас могу сделать. Ну-ка. Мне не хватает на него немножко волокна. Да ладно, это не проблема. У меня даже серп где-то должен быть. Вот. Я не помню, из незапамятных времен уже с собой таскаю его. Давайте сейчас по-быстренькому сделаем седло, протестируем. Может быть, он что-то классное может. В принципе, он довольно-таки толстый. У него 7000 здоровья. Ну-ка, друг мой, рассказывай. Может быть, ты все-таки можешь что-то делать? Ой. Ты сейчас эту скорость видел? Он собирает дерево, солому. Ничего пока что не жарит, не плавит, ничего не делает. Но он прям очень быстрый. Он безумно быстрый, прыгать он не может. На правой клавише мыши вот такой удар. Ну-ка. Странно, но он абсолютно не собирает ягоды. То есть, эта функция у него убрана. Он не собирает мясо. Я, честно говоря, не понимаю, для чего он тогда нужен. Но он, в принципе, довольно-таки сильный. Опять же, я не вижу, чтобы он поджигал своих вот как раз оппонентов. Мы с вами бьем паразавра, а паразавр не загорается. Странно. Честно говоря, не знаю, непонятно. Нужно будет разбираться. Можно наполнить резервуары из емкости. И, в принципе, больше здесь ничего нету. То есть, никаких особенностей. Ну, значит, просто мерлотопс, мерлотопс. На этом предлагаю сегодняшний выпуск завершить. Сегодня приручили себе вот эту выдру. Вырастили, естественно, виверну молнии. Она действительно крутая. То есть, ну, если только не использовать ее против других виверн. То же самое можно сказать и про монашову мозазавра. Но там у нас с вами еще есть рейперы. У нас с вами там много еще всего прикольного. Так что будем продолжать в следующих выпусках. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы их не пропустить. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok